Друзья, всем добрый день! Сегодня мы опять встречаемся с фантастической грушей, которая растет уже очень много-много десятилетий, по-моему, ближе к 100 годам, на участке папы Полины. В прошлом году мы первый раз ее сформировали, это была весна. И, как вы видите, за год, конечно, груша очень хорошо загустилась, дала, конечно, очень много вертикальных побегов. Сегодня наша задача будет аккуратненько убрать то, что прямо лишнее, особенно внутри кроны, какие-то эти молодые побеги. По краям то, что растет вертикально от веток, тоже укорачивать, чтобы сделать аккуратным контур этой кроны и внутри ее прочистить максимально, чтобы шел свет внутрь, но при этом не потерять урожай, который уже начинает созревать, начинает наливаться. И учитывая радикальную обрезку год назад, обрезка летом, в середине лета, сейчас на самом деле более уместна, потому что будет намного меньше водяных побегов после этой обрезки и, соответственно, меньше работы в будущем сезоне. Так, работа с этой грушей, это так получилось, что это у нас клубное мероприятие и в прошлом году было, и в этом году снова нам помогает Анна Дьяконова, член нашего клуба архитекторов деревьев, и мы вдвоем, я думаю, достаточно быстро управимся. Наша задача снизу выравнивать вот очертания этих лап, потому что они все дали вертикальные побеги. Я думаю, то, что руками достанем, просто руками поукорачиваем. То, что не достаем, возьмем секаторы АРС, они достаточно длинные, и будем потихонечку просто выравнивать очертания кроны. Сложнее будет, конечно, вот там наверху это сделать. Но у нас есть лестница, так что там мы тоже достанем их. А я, наверное, все-таки слазу внутрь, и там внутри почищу, посмотри вообще, что там и как. Вот, начинаем. Ну, вообще, конечно, какая-то фантастическая структура. Я как в доме себя чувствую, да, прямо вот здесь. Да, плодовые деревья после обрезки, особенно более радикальные обрезки, очень часто выдают огромное количество водяных побегов или волчков, как их называют в народе. И если их полностью удалять после этого целиком, все, то дерево с еще большей энергией выдаст столько же, если не больше новых. Поэтому имеет смысл, во-первых, естественно, те водяные побеги, которые нужны для структурного улучшения крона, то есть там, где чего-то не хватает, из этого волчка можно что-то сделать, то, конечно, такие мы оставляем. Какую-то часть вырезаем полностью там, где они совсем прямо ни к чему. Какую-то часть мы обрезаем укорачивая, то есть оставляем пенек какой-нибудь там сантиметров 10-15, и таким образом мы стимулируем необразование новых волчков. Ну и, конечно, если растут волчки или какие-то другие побеги вокруг больших спилов, то мы их тоже в лучшем случае укорачиваем, ни в коем случае не отрезаем полностью, потому что они своим ростом способствуют зарастанию спилов. Вот здесь можно будет тоже, конечно, чуть-чуть облегчить вот эту ветку. Она прямо опускается и ложится вот на эту, и, соответственно, это будет потихоньку слабеть. С грушами становятся тяжелыми эти ветки, и они опускаются друг на друга, и тогда нижние страдают. И надо посмотреть, можем ли мы их как-то немножечко все-таки развести. Очень много водяных побегов, которые надо, конечно, по большей части укорачивать. А еще те же самые ветки, которые лежат друг на друге, и надо их как-то разводить. Есть и сухие ветки, которые высохли как раз из-за того, что они внизу оказались в затенении. Тем более, что на такой высоте плоды собрать все равно совершенно нереально. Перевожу их в горизонт, где-то уменьшаю сильно, где-то не очень. На макушных частях всех стволов, естественно, очень много вертикальных, мощных достаточно побегов, которые выглядят как щетка просто. Их сейчас постараюсь все я уменьшить так, чтобы у нас очертание макушки было красивое, аккуратное. Просто надо будет верхнюю часть этого веера загладить, чтобы она, как шлем, опускалась по бокам. Так, ну у нас остались на самом деле вот эти нижние лапы, которые больше всего слеживаются и соприкасаются. Их как раз можно только сбоку достать, лестнице. Сейчас я этим и займусь, потому что макушка в общем и целом уже сделана. А прореживать ее, наверное, лучше, конечно, весной, когда это все без листьев. Сейчас в листьях это делать бессмысленно совершенно, потому что там зачастую ничего не видно. Так, ну а у нас, так или иначе, макушечная часть достаточно сквознистая. То есть солнце внутрь кроны проникает в большом количестве. Поэтому небольшое загущение тех зеленых масс, которые там есть, оно, в общем, не так критично. Там, где у меня место для мощных веток второго порядка, я мелкие ветки убирал обязательно. Там, где наоборот, на кончике должны быть тонкие побеги, а были какие-то толстые, то я убирал наоборот толстые. Их очень хорошо переводить на более горизонтальную порцию, повыше чуть-чуть. Чтобы они все у нас разошлись в разные стороны. Так, сейчас очень избирательно, потому что, потому что много плодов. Если там плоды, то стараюсь этого не делать. Э, ты вообще не жива. Почти. Так, а это живое. Так, вот это надо точно укорачивать сильно. Иначе оно... Так... Так... Это тоже живое. Но тоже надо облегчить. Здесь северная сторона, поэтому света совсем мало. Плюс еще... Плюс еще каштан мешается. Так, а где тебя тогда укоротите? Так, вот здесь. Так... 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 Мне еще хочется внутрь вот сюда залезть. Здесь загущение излишнее. То есть изнутри я сейчас буду лазить вот там под ветками. И немножко их прочищать, потому что они слишком лежат друг на дружке. Сейчас уточнение просто. Какая-то более тонкая работа. Телескопический инструмент – абсолютная, конечно, необходимость, когда работаем с такими большими древьями. Потому что если нет подъемника с вышкой, а их чаще всего нету, да кроме того, они бывают достаточно опасные тоже. То без телескопических сучкорезов и секаторов работает сложно. Сейчас я... Вот я, конечно, не достану. Сейчас я сглаживаю, потому что я с макушки края-то не видел. Сейчас я их обрезаю, чтобы сгладить общий контур просто. Чтобы он был аккуратный. Отлично все. Она еще всем покажет. Так, друзья, второй год обрезки. Вы видите, что круша выглядит, конечно, очень закончена уже. Она не идеальная, но она уже в основных своих каких-то параметрах, она, в общем-то, закончена. И здесь дальше остается только вот... Дальше структурировать. Остались небольшие пустоты кое-где, которые надо будет заполнить. И там есть, конечно, побеги. Но они пока не туда растут, куда надо, поэтому были просто укорочены. А в остальном это просто работа по разведению этих лап, чтобы они не ложились друг на друга, чтобы они имели законченную структуру, и чтобы каскадные ветки не уходили в землю. Чтобы они в какой-то момент все-таки уходили в горизонт. Здесь, вы видите, она идет, идет вниз, а потом кончик раз и загибается вверх. Вот этот загиб вверх обязательно нужно везде повторять. И он должен быть, конечно, на разных высотах в зависимости от того, какие ветки выше, какие ниже. Нижние ветки логично опускаются ниже, верхние ветки нужно прерывать вот эту каскадность выше. Они иногда спорят с этим, иногда нижние ветки, верхние ветки опускаются до самого низа, и тогда их надо сильно укорачивать, что я сегодня, собственно говоря, и делал. Волчки это была, конечно, очевидная задача, с которой мы справились, как я и объяснял, разными путями. Где-то удаляли их, где-то укорачивали, где-то использовали в качестве новых веток. Но помимо волчков более сложная задача была – это реструктурировать немножко эти ветки. Потому что у них внутри было, во-первых, много всяких пересечений и много загущений. Причем там, где росли мощные ветки второго порядка, тут же рядом была куча веточек мелких, которые просто создавали непробиваемую густоту. И эти все ветки под собственной тяжестью, под тяжестью плодов, они еще к тому же опускались из-за своего каскадного характера, ложились друг на друга. И это надо было, конечно, их надо было развести на разные уровни, то есть те, которые выше, я переводил раньше на горизонтальную какую-то поросль, чтобы вот эта вот сквознистость этой кроны все-таки в какой-то степени сохранялась, чтобы она не превращалась прямо в единый непробиваемый зонтик. А в принципе, если ничего не делать, она в такое превратится. Да, и кстати, это очень важно заметить, что несмотря на то, что в прошлом году груша была подвергнута достаточно радикальной обрезке, потому что она не обрезалась десятилетиями, и там был просто, конечно, полный швах в некоторых местах. Ну, количество плодов, ну, как минимум, умеренное, их не так уж и мало, и я думаю, что для этого года лучше, чтобы больше и не было, потому что это отнимает силы, ей нужно действительно восстановить полноценную крону, что она и делает очень успешно, и в общем, я думаю, что в следующем году крона уже будет полностью восстановлена. Можно будет ожидать уже большой урожай, но большой урожай тоже, понимаете, опасный, потому что под большой урожай нужно еще сильнее укорачивать эти ветки, чтобы на таких тонких ветках на конце не было такого количества плодов, потому что они, конечно, согнутся, а может быть и сломаются под их тяжесть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вообще, какая-то фантастическая совершенно структура. Внутри этой груши чувствуешь себя как дома, просто под какой-то крышей. Это как храм. Вот эти опускающиеся ветки создают вот такую вот иллюзию нахождения в храме. Удивительное дерево, и работать с ним, конечно, это просто большой кайф. Субтитры сделал DimaTorzok